Всем привет! 1 июля, последний день голосования, но это не очень важно по сравнению с тем, что происходит в МТС. Многие из вас написали, что у многих товара наличие отсутствует. Ребятушки, надо смотреть ночью, примерно с 9 вечера до 2 часов ночи. Товар появляется, но иногда. Ссылка в описании. По этой цене мы с вами выкусили AirPods Pro за 13,5 тысяч рублей, плюс-минус. И сейчас есть возможность взять Galaxy Watch 2 Active. Соответственно, за примерно те же деньги. Почему? Потому что эти часы, если вы пользователь Android, одни из лучших, они офигенно считывают всю вашу активность. Есть бесконтактная оплата. Я владелец смартфонов Honor, и это будет супер, потому что можно завести Samsung Pay. Соответственно, или если вы хотите немножко подзаработать, выкупить эти часы, добавить к этих полтора и продать их на Авито в течение нескольких дней. Поэтому прямо сейчас я иду в магазин, выкупаю свой заказ и рассказываю их вам. Для того, чтобы вы полностью ознакомились в 2020 году про эти часы, я сниму свое пользовательское мнение, распаковочку. Как выглядит много споров. 40 миллиметров или 44, на мою среднюю руку все-таки я выбрал 40, потому что 44, ну такое себе. Они круглые и такие начинают массивно, короче. Да, я в маске, за это ставим лайк, потому что средства индивидуальной защиты сейчас не менее важны. Я в магазин. Не трогайте. Поставьте сюда, я не убегу. Переживайте. Почему у вас скрытый товар? Потому что они один не трогайте, смотрите. Зачем приходить смотреть? Еще тем более в моменты, когда пандемия... Если их, допустим, несколько, то они на складе, а в них стоят, чтобы их можно посмотреть, ну, например, цветы, если я не знаю, что на сайте похоже. А когда они, в принципе, они не остаются... Так они даже не с пленкой. Ну, если вам не нравится, то можно с этим не дать. Ну, можно к потребителям относиться более... Вы вскрыли, вы как работники, к вам пришли, власть у вас... А что ж вы, давайте айфон сейчас вскроем, десятку хочу с цвет посмотреть. А что так? Нет, я не знаю, продукция не вскроет. А что так? Самсунг это какой-то политический мярд. Можно посмотреть, какого еще в салон есть? Давайте посмотрим. Ну, просто я по факту плачу за новые, как бы, а... Как они новые, никто не знает. А, в смысле? Сняты, сняты заводские пломбы. Покупка дистанционным способом. Я через 6 дней приду и скажу, я хочу вернуть их назад, они мне не подошли по потребительским свойствам. Вы мне скажете, молодой человек, а где пленочка? А я скажу, вы мне... Пленочку мы не попросим. Да, у нас не пленочка. Упаковка еще. Да, за восстанавливание. Потому что телефон всех не сдает, но я с вашими требованиями, пожалуйста, выбираю. А при чем здесь сервис? Я вообще не знаю. Посмотрите, пожалуйста. Ну, на самом деле, это не очень красиво соединенное МТС. Должно... Везде витринные экземпляры выставляются как витринные экземпляры. А с чего я должен куда-то ходить, чтобы у кого-то спрашивали? У всех, во всех интернет-магазинах, зайдите на сайте видео, на сайте Дорада. Есть ли товар витринный? Пишется витринный экземпляр. Это витринный экземпляр. Это витринный экземпляр. У нас так такого нет. Ну, то, что у вас такого нет, не нарушает какие-то определенные аспекты и правила торговли. Это... Ну, мы все в едином и государственном правовом поле находимся. Но то, что вы с демо-версией, отдельно есть демо-версия, но вы же это слышали. Ну, зачем здесь демо-версия? Скритый товар отняти? Домовый товар отняв, сейчас мы потеряем. Смотрите, в общем, есть где-то еще. Чушь вот такая, койкал, 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 койкал. Койкал, койкал. Чушь, что не койкал, можно скрывать. Ну, если наставаем их несколько, мы их скрываем, пытаемся. Остальное стоит с открытым видом. В последней часы последние. Их уже, как раз мы смотрели. И потом оказались. Так же привычки. Нет, вот такие вот, они последние у нас. Девятовую даму, другую, можно отбросить? Белую, посмотрите. Ну, серую. Так, серую тоже нет. Есть пока на 44 мм. Нет, на 44 мм. И все. Давайте фотофиксировать, как-то на чеке писать, что упаковка вскрыта. Или, не знаю, как. Чать поставить свою. Упаковка вскрыта. Мы сейчас ставим на гарантина в голове. А? Мы сейчас ставим на гарантина в голове. На чеке можно поставить, я думаю. Не, как-то, подождите. Как-то зафиксировать факт. Вот здесь камера. Сколько она хранится? Как-то у меня перефектирует. Ну, то есть, вы не знаете? Я не знаю. Ну, сейчас у меня девушка Татьяна знает. Упаковка вскрыта. Пленки, заводские транспортировочные пленки отсутствуют. Вы напишите, да? Вы же товарный чек можете распечатать? Да. Вот, вы телегазон. На нем напишите. И разборчиво подпись. А, тут есть, да? Сотрудник кассиров. Значит, упаковка скрыта. При продаже. При продаже. Запятая. Транспортировочные пленки на изделии отсутствуют. Спасибо большое. Вы пристегните, пожалуйста. Нет, нет. Но я и КБР вас в принципе приняла. Спасибо вам за то, что пошли навстречу. Ну, просто действительно, приятнее же покупать запакованную. Слышитесь. Да, вот в том-то и дело, что не надо подходить и смотреть. Потому что на интернет-торговлю, она на той интернет-торговля. Чтобы не подходить, смотреть. На дома все решили. Ага. Гарантия, что тут положено? Гарантия, вот, да. Подчеркивайся, что ты и стороной шансы равняйся. Все-все. Монет, и все. А вот фиксируем цены. Они единственные в городе. Как прекрасно, что идет дождь. В тот самый момент, когда я взял часы. Вот, хлынул дождик. Я возвращаюсь, собственно, с интернет-магазина. Ну, с пункта выдачи, с обычного МТС. Вы что там, офигели? Почему у вас политика компании? Apple нельзя вскрывать. В Samsung вскрывать можно. Я очень педантичный человек. И каждый вот этот момент я держу на особом контроле. И, слава богу, коробка просто вскрыта. Но, на самом деле, я бы на месте сотрудника компании. Ау, МТС, вы что? Офигели. А если я в подарок беру? А если еще что-то? Они единственные в городе, единственные в Карелии. По такой цене. Тут как бы... Что-то как-то куда-то. В общем и целом. Для того, чтобы они у вас завелись, вам надо скачать Galaxy Wearable. Приложение с Play Market. Либо с APK Pure, либо с AppGallery. И, собственно, пользоваться. Давайте уже посмотрим, как они выглядят. Клевые, не клевые. Да, комплектик, конечно, скудненький. Только таблетка зарядного устройства. Сама коробочка. И, собственно, сами часики. Стандартный размер крепления 20 мм. позволяет нам сюда поменять любые ремешки с указанным размером. 40 мм. Это одна из версий размерности. Есть еще 44 мм. И два версия... Две версии материалов корпуса. Это алюминий, который находится у меня в руках. И сталь. Я не вижу переплачивать несколько тысяч за стальной корпус. Потому что, в первую очередь, данный гаджет позиционируется как компаньон, как аксессуар для фитнеса. То есть, непосредственно, какое-то быстрое получение уведомлений чтобы вы смогли расплатиться прям запястьем, связанным с NFC. То есть, цена, которую сейчас я заплатил за эти часы, порядка там 13-14 тысяч рублей, для меня является самой-самой актуальной в том понимании, что ну, если 4000 Mi Band 4 стоит, здесь вы еще полностью получаете дополнительный аксессуар в виде хороших качественных уведомлений. Неплохой AMOLED дисплей. В принципе, экосистему, которую дает компания Samsung на любых Android-гаджетах. Ну и, по большей степени, вот такой вот удобный, прикольный аксессуар. Давайте я сейчас его включу, подзаряжу и будем смотреть, как это все смотрится непосредственно на руке, на запястье. Хотелось бы отдельно сказать пару слов про браслет. Сейчас я его на ощупь ощущаю. Прикольно, прикольно. То есть, это, в принципе, ничем не хуже материал. Я пользовался Apple Watch. То есть, там точно такие же силиконовые браслетики. Это смесь, какая-то синтетическая смесь, которая не вызывает аллергии. И также продуманный механизм крепления, что у вас хлястик уходит вот непосредственно в это отверстие, для того, чтобы он у вас на крокодильчиках, на ярлычках не болтался. Ну, в руках. То есть, сейчас посмотрим, оденем на запястье, посмотрим, как это все будет выглядеть. Обратная сторона медали. Всевозможная. Очень сильно похож на Apple Watch. То есть, здесь действительно немножко изменили структуру задних сенсоров. Теперь это очень действительно похожая система сенсоров, система датчиков и сердечного ритма, в том числе и вроде как даже возможность снятия КГ. То есть, в принципе, неплохо. По кнопкам управления. Есть тут две. Кнопка назад, кнопка домой. Кнопка движения действия и кнопка домой. И кнопка, она же выполняет кнопку включения. Сейчас часики у меня были включены. Сейчас я выключил. Естественно, здесь отличие от первой версии о том, что здесь получил сенсорный безель. Как вы видите, никакого механического безеля здесь нет, но если все это делать вот таким вот образом, то есть, непосредственно касанием, вы будете получать неплохую виброотдачу и тем самым понимать, на какой пункт меню или на какой пункт уведомления вы перескакиваете. Удобно, да, удобно. Этого действительно не хватало в первой версии часов, и поэтому исправили и сделали во второй. Поэтому для меня сейчас это, наверное, ультимативный гаджет, потому что попользовавшись Honor 30 View Pro, я понял, что на самом деле снимает отлично. Модельки сейчас вновь вышедшие Honor 30 и все, что с этим связано, это прям must-have, которые хорошо снимают и при этом дают полный функционал всего. На iPhone вы такого не получите, даже близко. Ну, естественно, только, наверное, какую-то экосистему, многие на которой уже сидят годами и, в принципе, ко-ко-ко, iPhone 11 Pro за 100 тысяч рублей лучше. На самом деле нет. Давайте я буду сейчас примерять, заряжать и уже непосредственно вам буду рассказывать, как это все выглядит на руке, в заряженном и законнекченном виде. Ну вот, друзья, настроил, одел, смотрится великолепно, 40 миллиметров. Примерно после настройки прошло, наверное, часов 15 и пока что я очень доволен этими часами. За 13,5-14 тысяч рублей это, наверное, универсальный гаджет, компаньон, который будет помогать вам в повседневной жизни. Как от отслеживания пульса, так до расплаты с помощью, соответственно, браслета, ну, с помощью часов, с помощью запястья. NFC есть, все датчики есть, милое дело. Поэтому, если что, ссылки в описании. Неоднократно МТС радует, особенно в начале июля, особенно с распродажами. В общем, следите за новостями, подписывайтесь на канал. Ну, а если хотите подробный опыт использования часов Galaxy Watch Active 2 от меня, пишите в комментариях или ставьте лайки, тем самым я пойму, что вам это интересно. Подписывайтесь на канал, ставь лайк, дизлайк, пиши Дональд Дак. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok